Всем привет! Сегодня видео пустые баночки декабря, это последнее видео пустых баночков в этом году. Сегодня не так много всего, как обычно, но все же, конечно, как всегда, уход, макияж и ногти. Давайте начнем с ногтей. Как раз-таки у меня две штуки пустые сегодня. Во-первых, Million Nails, это база от Essie. Неплохая база, не могу ничего плохого сказать, если попадет в подешевки. Опять, может быть, и куплю. Не могу сказать, что это что-то особенно волшебное, но хорошая, на мой взгляд, неплохая база под лак. И еще один продукт, который я использовала, у меня осталось вот столько. Вот это Revlon Cherries in the Snow, цвет 270. Но я смешала сама вот этот вот цвет, то есть я взяла цвет от Revlon и добавила сюда темно-фиолетово-красный. И получился вот такой вот цвет. Он у меня закончился, уже текстура изменилась. Невозможно хорошо и удобно нанести этот цвет на ногти, поэтому я его выбрасываю. И он еще был в моем проекте приканчивания лака для ногтей. Если вам интересно, можете посмотреть. Продукт для тела у меня один, и этот продукт я только купила в прошлом месяце. Но дело в том, что я его использовала весь месяц, и больше ничего, кроме него, для ванны и для душа я не использовала. Это Berry Berry Christmas, где для душа от Lush. Он пах... Пах сосной и какими-то конфетами. В общем, очень понравился. Это был рождественский такой подарок самой себе. И я с большим удовольствием прикончила вот эту вот бутылочку. Это, конечно же, лимитированный продукт рождественский, поэтому если они его еще раз выпустят, я бы, наверное, купила и еще раз, поскольку интересный такой аромат. Мне понравился. Дальше для лица, для более уходового продукта, потом к макияжу переметнемся. Вот эти две штуки у меня закончились. Во-первых, Garnier Skin Active, мицеллярная вода от Garnier. Она не настолько хороша, как биодерма. Я не буду больше покупать, наверняка, ее. Свощи хорошо вытирать с руки, но для лица неплохая штука, но это как второй раз проходиться по лицу. То есть макияж, вот эта вот штука для меня плохо снимает. Мне нужно тереть кожу, я это делать не люблю, поэтому не буду больше покупать. Вот этот вот средне-нормальный такой жидкость, средне-нормальная жидкость для снятия макияжа, на мой взгляд. Довольно бюджетная, кстати, от Nivea, называется Express Eye Makeup Remover. 125 мл, это двуфазная жидкость, я ее показывала в прошлом. Те продукты, которые я в настоящий момент использую для снятия макияжа. Да, неплохая штука. Двуфазные продукты довольно эффективные. Она мне напомнила очень сильно продукт от Lancome, тоже двуфазный для снятия макияжа. Неплохой. Может быть, даже в будущем не исключаю, если увижу где-нибудь по дешевке, то, скорее всего, да, возьму. Сначала мне показалось, что этот продукт раздражал мне глаза, но потом я поняла, что это, наверное, все же была тушь, которую я использовала на тот момент, а этот продукт не раздражает меня. Далее продукт от Skin Food, это корейский бренд Black Sugar Perfect First Serum. Это как бы эссенция серум от Skin Food, это корейский бренд. Мне подруга из Кореи присылала и приводила много разных корейских штуковин. И вот этот в каком-то наборе шел. Ничего особенного тоже не советую. Вот эта вот штука мне понравилась, довольно-таки, может быть, даже в будущем я ее приобрету. Это от Juice Beauty. Этот бренд ассоциирован с Глэмп Пелтром, по-моему. Называется Green Apple Peel Sensitive. Это маска, и мне понравилась текстура, мне понравилась эта маска. Мне даже немножечко удивил запах, но это натуральная маска. Juice Beauty – это органическая, натуральная линейка. Мне нравится. Неплохая штука, действительно отшелушивающая. Может раздражать кожу, если у вас есть проблемы с энзимными пилингами. Но ничего страшного. Мне понравилось, может быть, даже возьму в будущем. Не могу сказать, что вот прямо настолько впечатлило, что я побегу-бегом покупать. Дальше. Вот этот крем от Shiseido. Это Shiseido и Буки Multi Solution Jump. В прошлом я о нем говорила. Мне показался продукт хорошим сначала, но потом, чем больше я его использовала, тем менее эффективным. Мне этот гель казался, мне кажется, хорошая штука для лета, для зимы. Недостаточно увлажняет. Далее. Парфюмерный продукт, который я смешивала в последние пару месяцев. Во-первых, он был у меня в ротации. Во-вторых, я его смешивала с другими, более свежими парфюмами. Это для наслойки я использовала. Это Contour Su-Pacifique Vanille L'Homme. Туалетная вода. Да. Приятненькая туалетная водичка. У меня есть отдельный на нее обзор. Пожалуйста, посмотрите, если вам интересно. Больше покупать не буду. Теперь продукты макияжные, которые у меня закончились. Или выбрасываю. Выбрасываю, во-первых, вот этот продукт от Maybelline. Это их Maybelline Fit Me Concealer в свете 15. Светлый. Мне не понравилась текстура этого консилера. Нету каких-то особенных нареканий, но он, по-моему, очень слабоват. У меня гораздо лучше есть в коллекции. Не хочется пользоваться чем-то, что так себе. Я купила, потому что хотела попробовать, поскольку на YouTube очень много разговоров про этот консилер. Он такой хороший, он похож на консилер от Nars и так далее, и так далее. Мне кажется, нет ничего особенного. Покрытие плохое. Он же жиденький, плохо сидит на коже, собирается в складочки под моими глазами, когда я там его использую. Нет, нет и нет. Для меня не подошел. Дальше мой любимый продукт, который, безусловно, я буду покупать в будущем, если, конечно, не найду что-нибудь более бюджетное. Это карандаш от Dior. Dior Show Brow Styler. У меня цвет Universal Brown, то есть коричневый. Он закончился совершенно пустой. Я прикончила уже, наверное, штук 20 этих карандашей. Они действительно хороши. Лучше я не нашла карандаша для бровей. И сейчас я пробую вот этот вот карандаш Goof Proof от Benefit. Пока он мне нравится, сейчас на мне. Не уверена, что он заменит вот этот от Dior, но я еще недостаточно распробовала, на мой взгляд. И последнее, что я закончила, это в проекте использования моей косметики Diffused Light Ambient Lighting Cover. Это пудра от Hourglass. Вот она, совсем закончилась. То есть здесь уже даже его скрипать нечего. Но мне понравилась эта пудра, я ее купила уже в палетке. У меня есть палетка из трех пудр от Hourglass, и она у меня уже есть. Поэтому, да, хороша пудра. Покупайте, не стесняясь, не задумываясь, хорошего качества она. Но для более жирной кожи, я думаю, это больше будет финишная пудра. Для сухой кожи можно и усаживать макияж ее, она очень мелкого помола, и она иллюминирует. Поэтому, если вам не хочется, чтобы у вас была подсветка, то есть если у вас достаточно жирная уже без того кожа, то это, наверное, продукт не для вас. Итак, это все, что у меня закончилось в этом месяце. Не так много, как в прошлый раз, но все равно достаточно, и очень много всего на подходе. Это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok